Наблодили уродов. Сначала машину купят, потом права. То, что ездить, надо уметь. Таксопарк скурвился. Всегда что-то хорошее, рано или поздно, конечно, не всегда превращается в дерьмо. Приветствую вас, дорогие друзья. А вот и новый выпуск. Сегодня работаем на своем автомобиле, как и раньше. Приятного просмотра. Мы с вами в центре, в самом центре, улица Попова, Хохрякова. Как видите, спроса нет. Вот, видите, сегодня пятница, заказов, заказов практически очень мало. Короче, пока едем, решил порассуждать вслух. Дело в том, что работал на машине, на своей вчера, и сделал 22 заявки. заработал, вот, вчера 3319 рублей, друзья. Вот. То есть, на своей можно работать и зарабатывать бабки. Ну, недостаток моего автомобиля заключается в том, что он очень много потребляет газа. проехал я в районе 200 километров, это точно. Вот. Я был заправлен. Литров 15 у меня было газа. В общем, я это сжег. Потом еще заправился, еще заправился. Ну, и у меня осталось. В общем, две заправки, это штука. У меня улетело даже с лишним. Получается, из трех, там, сколько я вам назвал, сейчас скажу, назвал я вам 3319. Я заработал в районе 2000. Это, друзья, за 12 часов. Поэтому, в принципе, если бы в парке не срезали, как бы, деньги, да, по оплате, оставили бы 50 на 50. В принципе, можно было работать на зарплату, проекте, в парке. Но, поскольку они срезали, и еще одна очень важная деталь, то, что на парковской машине ты ебашишь, как папа карма, а на своей ты можешь график работы именно подстроить под себя. Вот такие вот, друзья, у меня рассуждения. интересный алгоритм у Яндекса в процессе поездки сумма заказа была 160 рублей, стало вдруг 152 при завершении. Что-то новое, друзья мои. Яндекс не перестает удивлять своими новшествами. Там целая команда походу пидорасов, блядь, сидит вот этих и выдумывает как бы сделать так, чтобы водителя обмануть и пассажиров наверное тоже, чтобы преуспеть в себе снятие процентов. Да, и комиссия Яндекса была насколько я помню 18.4 18.5 а иногда она переваливает аж 19.1 там бывает. То есть от чего это зависит? То есть фиксированной цены у них нету. и комиссия у них зашкаливает когда особенно очень низкие заказы по стоимости они видимо всячески пытаются наверстать упущенное. Вот так вот друзья мои. Куинный сервис этот Яндекс больше нечего сказать. Да, по поводу газа друзья мои. Видите машина очень как бы много кушает. Получается вот на 500 рублей я заправился получается и проехал 95 километров. Представляете друзья мои 500 рублей это 17 литров газа и проехать 95 километров. Конечно складывается впечатление что на газовых заправках как и на бензиновых тоже недозаправляют. Такое ощущение есть. Оно возникает периодически на определенных заправках такое происходит. Поэтому стараюсь заправляться на своей уже привычной заправке где точно наверняка проедешь. А так в среднем проезжаешь 105 110 километров друзья мои. То есть нормально вообще. вот такие вот пришлось быстро шурануть перед автобусом чтобы не стоять. Едем по следующему заказу друзья мои. Работаем сегодня с утра каждый день с утра. То есть таксопарк мне в принципе что дал? Он дал понимание того что если вкалывать работать то какие-то гроши можно заработать. Вот сейчас и вкалываем друзья мои. Сейчас вез пассажирку 1.8 километров за 66 рублей. С учетом ожидания минута. Да друзья мои для Екатеринбурга это конечно позор. 50 60 рублей пусть даже продолжительность поездки небольшая это позор. Знаете это в регионах Пермского края еще каких-то городишках маленьких где населения нету толком 50 60 рублей это стандарт получается для них потому что у них покупательская способность ниже заработки ниже естественно и населения не так много но для города миллионника полтора миллиона граждан еще сколько тут нелегалов живет друзья мои это конечно же позор но яндекс в своем амплуа как всегда это позорный там позорный из позорнейших из позорнейших даже выговорить не могу сервисов друзья мои но мы едем с вами по заказику на народной воле так мы уже выполнили с вами 5 заказиков друзья мои ох наконец-то ты решил подвинуться вот надо было раньше двигаться конечно спасибо тебе но надо было чуть-чуть раньше тогда бы я на стрелочку успел как видите комиссия яндекса 18.8 хотя заявочки это все смотрите дешман дешман вот только утром было это отмененное отмененное такие вот заявки уже второй раз друзья мои промелькивает в яндексе какой-то обман новые новшества заключается оно в чем в том что когда принимаешь заказ приезжаешь на место едешь с клиентом сумма одна вот сейчас произошло следующее я приехал клиенту забрал его посмотрел сумма 165 рублей при завершении заказа сумма 155 рублей и теперь чтобы фиксировать это все мне приходится или запоминать сумму или делать скриншот при изначальном отправлении в точку B и при завершении сравнивания цены за поездку вот такой новый обман от яши параши короче друзья мои персональные цели съебались неизвестно куда вот то есть раньше здесь схватка была то есть 10 заказов 215 рублей 20 заказов 430 рублей и 30 заказов 640 рублей короче это все съебалось в небытие вот мы с вами заехали в кулинарию чаечку попили салатиком вот похудательный процесс идет неспешно в общем я ограничиваюсь чувствую легкость друзья мои то есть вред организму что приносит друзья мои это вот эти категории е вот эти добавки всякая орунда которая в колбасе там ну везде ее суют поэтому чем проще еда тем лучше ну что друзья сидим парафинем заказов нет выполнил на 6 заявок это 7 утра время у нас 10 20 заработали 723 рубля яндекс медленно наверное наверное идет ко дну мы вместе с ним поэтому надо эту тонущую лодку конечно покидать вот в общем друзья про таксопарк в котором я работал название не буду говорить рекламировать тоже я очень огорчился дело в том что я прошлый ролик работал на их машине и я вам уже говорил что они процентную ставку понизили было 50 на 50 стало 40 на 60 то есть им 60 водителю 40 мало того что я отработал две смены я опять переподключился к ним на своей машине и знаете что они сделали они подключили в парк союзник соседний парк да по другому названию и комиссию сделали вместо 1 и 9 3 процента представляете насколько наглость блять у них обурела я не знаю блять я ненавижу тех людей или те организации которые пытаются нажиться они просто блять меня раздражают есть человеческий фактор конечно все дорожает но зачем вы блять работяг простых людей обжимаете обращаясь к вам те кто заламывает цены блять за свои услуги ну и что в итоге я нахуй этот парк послал вот и все друзья мои переподключился в другой парк вот коллеги которые ведет блок романов тут вот поэтому подключился к ним под 2% комиссии так что вот так вот ребята не позволяйте себе чтобы вами верховодили вот владейте всем но ничто не должно владеть вами вот так вот друзья мой вердикт но таксопарк конечно обидно вы представляете сколько я там работал на разных машинах то у них то подключашкой был к ним да и они тем не менее все оно живее блять вы ебанулись нахуй все оно живее блять человеческое это что-то должно остаться вы когда сука подыхать будете что в гробу будете вспоминать как вы сука людей обирали что ли блять вот так вот друзья мои настолько вот это остопиздило вы же блять организаторы вам же не 10 не 20 лет да вы жили блять в хорошие времена когда прививали любовь к родине блять к любовь еще к чему-то нахуй почему вы настолько скотинились блять что готовы своего брата блять взять предать нахуй обобрать блять до нитки я вообще хуеваю блять так что вот так вот друзья это маленькое отступление в общем кипят эмоции бурлят потому что то что в наше время происходит оно должно определенно закончиться понимаете вот эта материальность по сути своей должна изжить себя потому что духовные качества человека они потеряны вот так вот но мы продолжаем работать в яше кто-то писал зачем я работаю здесь пока друзья вот так вот острая необходимость здесь работать но я как бы рассматриваю другие варианты конечно для души у меня есть другие занятия но пока работаю здесь потому что вариантов пока не предвидится ну как бы есть рассматриваю конечно новое но пока здесь вот пока здесь да и к тому же я же поскольку веду видеоблог конечно я же должен новичкам и тем людям которые хотят столкнуть свою жизнь с такси чтобы они знали куда они идут чтобы на много не рассчитывали чтобы они